Добрый день, друзья! Сегодня 8 сентября, и мы расскажем вам о наиболее важных праздниках и интересных событиях, которые произошли в этот день. А также не забудем рассказать про народный календарь и народные приметы, которые связаны с этим днем. 8 сентября отмечается Международный День Грамотности. Это один из дней, отмечаемых в Системе Организаций Объединенных Наций. 8 сентября отмечается Международный День Солидарности Журналистов. В этот день журналисты всех стран и изданий должны демонстрировать миру свою сплоченность, особенно в деле защиты своих прав. В 1941 году, 8 сентября, началась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны, которая продолжалась 872 дня. 8 сентября – праздник у католических верующих – Рождество Божьей Матери. По народному календарю 8 сентября – День Натальи Овсяницы и Адриана Осеннего. Православная Церковь чтит память двух влюбленных – язычника Адриана и тайной христианки Натальи. Все традиции в этот день связаны с семьей, а по приметам предки узнавали о погоде в грядущую зиму. В народном календаре этот день называют День Натальи Овсяницы. На Овсяницу, чтобы защититься от порчи, мужчины заготавливали для детей крестики из березы. В этот день женщины молились Наталье на укрепление семейных уз. Много примет в этот день связано с рябиной. Считалось, что ветка рябины в доме вновь разбудит страсть и любовь в сердцах супругов. Наши предки верили, что она также способна отогнать злых духов и уберечь от сглаза. По народным приметам в Натальин день нельзя лениться, иначе до конца жизни проживете в бедности. Запрещено в этот день переедать и устраивать шумное гуляние. Это может привести к проблемам со здоровьем. А вот сытно накормить стоит лошадей и другой домашний скот, иначе зимой они останутся без защиты. На Овсяницу обязательно нужно помогать больным, немощным и нищим. Все хорошее вернется к вам с торицей. На Руси в этот день христиане работали в поле, собирали овес, а потом клали мешочек за иконой, чтобы защитить дом от мороза в зимой. Из овса было принято варить каши, лечебные напитки, пироги и супы. Если в этот день была гроза, это сулила теплую осень. Если в лесу поляны опят, осень будет холодная, а по другой примете будет хороший улов рыбы. Если много рябины, ждите первые заморозки. Береза еще не скинула листву, зима будет очень морозной. 8 сентября православные верующие встречают встретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Существует ряд традиций, связанных с этим праздником. В этот день принято просить прощения у близких и искренне прощать других. Запрещено в этот день, как и во все другие православные праздники, ссориться и сквернословить. Нельзя также отказывать в помощи нуждающимся. Народные приметы 8 сентября говорят, что нельзя ходить босиком. Предки верили, что нечистая сила может схватить за голую ногу и даже утащить человека в свой мир. Мы рассказали вам о важных событиях и датах, которые произошли 8 сентября в разные годы истории. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставайтесь с нами. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok